Не готовились? Поехали, поехали, поехали! Тяжелые тренировки и десятки юных спортсменов, которые идут к своей цели, преодолевая трудности. Это не подготовка Олимпийского резерва и не центр борьбы, а обычная новосибирская школа. Первомайский район спальный, промышленный и железнодорожный. Спортивные секции, конечно, тоже есть, и они известны на всю страну. Чего стоит только клуб Первомаяц с его греко-римской борьбой и школой бокса. Так что бойцовские качества для района характерны, но важно направлять их в нужное русло. Самая-самая главная цель, чтобы ребята не болтались на улице. Чтобы они постоянно были чем-то заняты. Пускай и в данный момент, мы сейчас говорим о борьбе с самбо, пускай и в данный момент это будет секция самбо. Борьба нас всю жизнь учит бороться с чем-то. Сергей Цыганов самбо занимается с 18 лет. Сейчас ему уже 31 и из них последние 6 он выступает в роли тренера. Если честно, не видел себя никогда тренером. И когда первый раз взял одну группу на свое удовольствие, как это говорится. Ну и все, потом затем втянулся, пришел в эту школу. При этом Сергей сам на высоком уровне выступить не успел. Лишь несколько раз боролся на первенстве области. Учитывая этот факт, многие ученики уже превзошли достижения своего учителя. Из многих великих спортсменов я что-то не вижу у великих тренеров. Знаете, стать тренером на самом деле это очень тяжело. Это надо такой характер и такую любовь к детям. Кто-то заменяет им отца, кто-то мать. Я не знаю, они подходят к тебе с различными вопросами, проблемами. В 2012 году почти без денег, но с желанием. Сергей приступил к работе и школьники откликнулись. Секция самбо моментально превратилась в самое популярное место микрорайона. У нас вот такой камерный микрорайон Ричпорт. И вот эта у нас секция, это, пожалуй, единственное, чем мы можем занять наших ребят в неурочное время. Я сразу же понял, что это мое призвание. Ну, борьба, ну, как сказать. Ну, как-то меня тянуло к этому. Я пришел сюда, нашел здесь много своих друзей. Ну, хорошая компания. Пришла я в школу, увидела, что у нас открывает секция самбо. Решилась прийти записаться. Ну, как бы, уже 6 лет рейруюсь, мне это нравится. То, что начиналось как секция энтузиастов, теперь выросло уже в большое дело. Сегодня в этой школе уже больше ста самбистов. Как-то спросили одного спортсмена, какой спорт самый лучший? Тот, который будешь заниматься всю жизнь. Да, если ребята посвящают свою жизнь самбо, значит, это для них самый лучший вид спорта. До этого я раньше занимался боксом. Ну, занимался три года боксом. Ну, как-то у меня не было особо желания. Ходил, два месяца похожу, брошу. Потом через два месяца опять пришел, приду, позанимаюсь, опять брошу. И когда вот не было стабильности, а сюда пришел на самбо. Сразу у меня какая-то любовь к этому спорту появилась. Самбо привлекает и тем, что это не просто борьба. Целая классофия и, можно сказать, национальная идея. Недаром сейчас этот вид спорта переживает второе рождение. Это наш русский вид спорта, который вот в 30-е годы прошлого столетия был у нас узаконил. Во-первых, это патриотическое воспитание наших учащихся. Во-вторых, это привитие здорового образа жизни. И, конечно же, это привлечение к занятию спортом. Этот школьный зал пришлось оборудовать для занятий борьбой буквально своими силами. Постерить ковер и начать тренировки. Помощь от федерации поступила совсем недавно, после смены руководства и благодаря программе «Самбо в школу». С начала этого учебного года Сергею Цыганову предложили работу учителя физкультуры здесь же в школе. Кроме того, тренер теперь проводит занятия не один. У меня появился мой помощник, это Сергей Сафронов. Он выполнил норматив мастера спорта и сейчас он мне помогает в тренерской работе. В апреле спортзал официально откроют в рамках программы «Самбо в школу» и региональная федерация поможет с переоборудованием помещения. Анастасия Ходоско сейчас в 10-м классе, но девушке уже знаком вкус побед на борцовском ковре. Становилась лучшей в области на первенстве Сибирского федерального округа и международном турнире «Дети Азии». Ну как бы я раньше занималась танцами, но это не для меня, танцы это не мое, как бы я поняла. Пришла потом на волейбол, это тоже не мое. Пришла на борьбу и поняла, что это мое, это мой вид спорта. Такое, казалось бы, совсем не женское увлечение для Анастасии уже образ жизни. Окружающие с уважением отнеслись к выбору спортсменки, а о конфликтах со сверстниками теперь и речи быть не может. Анастасия уже опытная спортсменка и тренеру с ней комфортно работать. А вот с самыми маленькими ребятами наставнику непросто. Им еще многое предстоит узнать. И в первую очередь, зачем вообще они пришли в этот зал на тренировки и что спорт может дать им в жизни. Многих мамы и папы, ходи. И тут ты начинаешь объяснять, что самбо это национальный вид спорта. Самбо там был на вооружении, историю самбо. У меня здесь у нас определенный вот стенд, где есть история самбо. Новосибирск в истории самбо отмечен многими спортсменами и победами. И важно, что ребята, начинающие борцы, могут увидеть чемпионский пример. Так получилось, что я родился в сельской местности и начал заниматься борьбой самбо очень поздно. 15 лет. Да, 15 лет. Зато, как сейчас вид спорта, он стал помоложе. Дети начинают заниматься 9-10 лет. В этой секции занимаются школьники с 9 лет. Тренер закладывает в них базу, общую физическую подготовку и к 15-ти они уже должны решить, хотят ли они всерьез остаться в спорте. Если сейчас заниматься, начинать 15 лет, это очень поздно. В то время как бы дети были ребятишки покрепче и физически поздоровей. А сейчас, как мы видим, то есть много еще, самбо большой плюс, что вот детей отрывают от компьютеров. А вот именно от той негатива цивилизации, которая у нас сейчас существует. Это и, не будем там перечислять, и алкоголь, и там все-все остальное. 10 секунд, я Сергея контролирую, контролирую правильно, локоточек согну, да, и таскаю его. Через 10 секунд я делаю бросок. Сергей мне не дает сделать на себе бросок. Упирается как может, но за 10 секунд я его вывел из равновесия. Пускай это, не знаю, на пятой секунде я его вывел из равновесия. Я молодец. Все, я его бросил. Вот такая темповая работа. Поехали. Не обязательно, что каждый из них станет чемпионом. Это практически невозможно сделать такую систему, чтобы каждый стал чемпионом. Из этих 20 человек, которые здесь, может, 2-3 станет чемпиона. Но пускай все остальные тоже занимаются. На какой-то уровень они все равно выйдут. Опять же скажу, может быть, где-то борьба поможет жизни, проявится характер. У меня глаза загорелись, у меня сразу цели какие-то появились. Тренер рассказал, ну, что вообще в борьбе можно добиться, чего. У меня сразу там мастера спорта выполнить, на чемпионат мира поехать. Сразу там представлять нашу страну прям. Вот сразу голода загорелись, и до сих пор с вот этой мечтой тренируюсь. Самое главное, когда занимаешься спортом, поставить цель. Не маленькую, а сразу высокую. Главное, вот, высокая цель. И ты к ней идешь. Эти маленькие цели, ты их сразу просто, ну, не будешь замечать, ты их будешь проходить. А вот когда есть высокая, вот ты будешь к ней идти всю жизнь. На этом наш самбистский выпуск завершен, но путь к победе продолжается. С вами был Александр Шарудила. Увидимся. Пока.